Новинка сезона! Арфы нет, возьмите бубен! На премьере фильма «В бой идут одни старики в Барнауле» режиссер Леонид Быков решил присутствовать лично. Я не знаю, где Барнаул. Именно в этом городе он с родителями провел три года в эвакуации. Здесь мальчишкой Леня мечтал стать военным летчиком. И здесь впервые услышал песню о смуглянке. И без того знаменитый и любимый миллионами после выхода на экраны стариков Быков стал национальным героем. Очень серьезная, очень его глубокая и такая выстраданная им работа. Его обожали в каждом уголке огромной страны, объединявшей 15 республик. Гениальный человек, просто. Все картины с его участием с теплотой и с добротой смотрят всегда. Нет, ты знаешь... Не воевавший в силу возраста Быков, почти через 30 лет после победы сумел сказать о войне так, что заставил плакать миллионы людей на планете. Будем жить, пехота. Он войну как-то ощущал, как личную трагедию. И только узкому кругу близких людей было известно, чего стоил Леониду Быкову этот триумф. Его просто в гроб вгоняли. Его вгоняли в гроб творчески. В 50 лет уйти из жизни – это очень рано. Он был полон еще творческих замыслов и сил. У него все было впереди. Занавес. Занавес, за которым Леонид Быков прятал свои мысли и чувства, он впервые открыл, написав письмо завещания, которое адресовал своим близким друзьям. Я смотрю, Леонид почерк, желтые листки бумаги, голубым и тем самым расчерченный, размилован. И Леонид почерк написан. Дорогие мы, Кола и Иван. Это Коля Мащенко и Иван Николаевич. Часами смотрю на воду, а жить не хочется. Это не фраза кокетничающего юноша. Нет, просто не вижу смысла. Что-то сломалось во мне, а ремонту не подлежит. Где-то в 49 лет это было, письмо написано. Ему не было 50. Что же заставило относительно молодого еще человека написать такие строки? Откуда у успешного и любимого артиста стали так рано появляться мысли о скорой смерти? Впервые на экране зрители увидели Леонида Быкова в 1953 году в фильме «Судьба Марины» киевской киностудии, где он играл влюбленного гармониста. Некрасавец маленького роста с грустными глазами, Быков, однако, притягивал внимание зрителя и запоминался. Ну, так бы сразу и говорили. На него смотреть было, я не знаю, вот, вы знаете, вот, ну, если можно, так, конечно, так сравнивать нельзя, но вот, ну, вот, такое, что-то теплое, вот, как вот хочется вот хорошего маленького щенка вот взять, который бывает безумно красивый, вот так хочется его прижать к себе, погладить, поцеловать, вот такое вот было какое-то к нему отношение. Он вызывал такие чувства. Об этом новичке в кино было известно, что родом он с Украины, из села Знаменка Донецкой области, что экзамены в Киевский театральный институт он провалил, зато поступил в Харьковский, что в 22 года его приняли в штат Харьковского театра имени Шевченко, на сцене которого его заметили и пригласили в кино. Он был легкий очень человек, легкий, быстрый какой-то, и энергичный, коммуникабельный человек, со всеми, никогда не кричал, никогда не орал. Работать с ним было очень легко и просто. Очень легко. Но было и то, что о новичке Быкове говорили шепотом всезнающие театральные сплетники. Якобы в первый же год службы в театре у Лени закрутился роман с партнершей, которая была женой главного режиссера. И что главный режиссер был единственным, кто не замечал этот адюльтер. Но доносить на него не спешили, ведь в театре Быков уже тогда был всеобщим любимцем. Веселый. Он был остроумный, как вот такой, ну, знаете, хороший хохол. Вот такой вот он всегда что-нибудь так посмотрит. Я не жалуюсь. Пикантность ситуации усиливалась тем, что Пылки влюбленный и сам в то время был уже женат. С Тамарой они познакомились еще при поступлении в институт. После его окончания она стала работать в театре юного зрителя актрисой травести, играла мальчиков. Доходили до нее слухи об увлечении мужа или нет, неизвестно. Но о другом его служебном романе она знала точно. Морозин, вот тебе оранжерей, а вот тебе горбузы. На пробах для картины «Судьба Марины» никому еще неизвестного актера Леонида Быкова представили его будущей партнерши, уже сыгравшей до этого главную роль в фильме «Майская ночь» и прославившейся в нем Татьяне Конюховой. Мы пожали руки друг к другу, взглянули в глаза друг друга. И я подумала, бог ты мой, а как же это играть, любовь с таким некрасивым партнером. И вдруг Леонид Быков затянул так тихонечко, такой пиано такой, что-то... Ой, лузи-лузи, ой, лузи-лузи, червона колына. Я повернулась и думаю, слушай, какое красавица-то он, оказывается. Вот что-то вот произошло такое, что-то было в его глазах, в его таком милом, таком задушевном голосе. Оказывается, это вот и был тот самый момент, когда, как говорят, что-то внутри ёкнул. Так бы закрыла глаза и пошла далеко-далеко. Шла бы, шла бы, и всю твою музыку слушала. Между молодыми актёрами вспыхнула страсть, и они не стали ей сопротивляться. Безнадёжная любовь. Мы не могли жить друг без друга. Это что-то было, какое-то наваждение, что ли. Конечно, Леонид понимал, что поступает не самым красивым образом. Но кто не ошибался и не прощал себе этих ошибок в 24 года? Ой, у меня в сердце рано, от такой глубины. Ох, от такой глубины. Часть фильма снимали в экспедиции в маленьком украинском селе. Скрыть отношения от посторонних глаз было невозможно. И когда вернулись в Киев, чтобы продолжить работу в павильонах, на студии Довженко тоже не было ни одного человека, кто бы не знал об этом романе. Ну, он себя так вёл, что никто из группы не мог подойти ко мне и, так сказать, обидеть меня или сказать, ты что делаешь-то, ты что думаешь, ведь он же женат, и всё. Ну, в конце концов, это как-то так однажды проскочило, эта тема. Ну, я ему сказала, что, знаешь, я тебя не разлюблю, а ты как хочешь. Как можешь, как хочешь. Я ни на что не претендую. Точку в этой истории поставила жена Быкова Тамара. Человек сильного характера. Она попыталась найти Татьяну Конюхову. Это было уже после того, как закончились съёмки фильма и все разъехались по своим городам. Быков в Харьков, а Конюхова к родственникам в город Золочев Львовской области. Тюз, в котором играла Тамара Быкова, именно в это время гастролировал в Золочеве. Но найти соперницу Тамаре не удалось. Зато она смогла поговорить с её близкой подругой, тоже актрисой, Олесей Ивановой. Именно Олесе и сообщила Татьяне неожиданную новость. А ты знаешь, а жена его в положении оказывается. Я говорю, ну ничего себе, Леонид Быков. В семье Быковых об этом эпизоде его жизни никогда не вспоминали. И Татьяна Конюхова рассказала об этом спустя 65 лет после их разлуки. Я просто исчезла из его жизни. Зимой 1953 года во время гастролей Харьковского театра по городам Украины в гостиничном номере Быкова ночью зазвонил телефон. Звонили из роддома. Тамара была в тяжёлом состоянии, и Леониду задали один вопрос. Кого будем спасать? Жену или ребёнка? Быков ответил. Тамару. О смерти новорождённой дочки, как и о многих других своих личных печалях, Быков ни с кем и никогда не говорил. Он был очень закрытый человек. Он был очень-очень закрытый человек, который всякое общение дозировал. Через три года у них родился сын Лесь, а ещё через два – дочь Марьяна. Свою семью они полушутя называли «маленьким независимым государством», пересекать границы которого было запрещено посторонним. Там, внутри этого государства, они спасались от бед, которых с избытком выпало на их долю. За ним закрепился амплуа такого, ну, лирического простака откуда-то с южных степей Украины. К нему относились, ну, как Лёня Быков. Лёнечка, Лёня, обаятельный. За три года Леонид Быков превратился в звезду киноэкрана. Фильм «Судьба Марины» занял второе место по результатам кинопроката в 1952 году. Огромным успехом пользовалась и комедия «Укротительница тигров», где Быков сыграл одну из главных ролей – Петю Мокина. Вот это работа! А? А рычат как? Как звери? Его улыбка – это, ну, потрясающе добрая улыбка, которая, ну, любого поразит. «Перепелица, Максим Кондратич. Родился в селе Яблонивки в семье Кузнеца. Какие будут вопросики?» Но настоящий успех пришел к нему после роли Максима Перепелицы. «Ложки, миски, полвари». Зашли на базар. Люди побросали свои, там, прилавки. Узнали Быкова и к нему. Все к нему. Кто с бумагой, кто с каким-то там книжкой, кто-то листик какой-то. Все автографы. Постепенно Харьков становился тесен для него. Да и почти все свои роли Быков играл на Ленфильме. Поэтому все реже бывал дома с семьей. Тогда было принято решение переезжать в Ленинград. Молодой семье была выделена трехкомнатная квартира. Но главное – Быкову была обещана возможность режиссерской работы. Вы знаете, многие считают меня вундеркиндом с неразвительной мускулатурой. Я докажу им. Он был из тех редких художников, которых одинаково любили и зрители, и коллеги. Актеры – люди сложные, не всегда приспосабливаются к своим партнерам на площадке. Часто более опытные смотрят на начинающих свысока. Но не таким был Леонид Быков. Я Василий нашел на новом месте. У меня со Славой Тихоновым не сложились отношения. Потому что Слава пришел, он такой мне показался таким надменом. Вот в отличие от Лени Быкова, от Леонида Федоровича. Потому что тот удивительно располагающий к себе человек был. Он ко мне относился, ну, как к своей сестре. То есть вот он как раз не тянул ни одеялу на себя как-то. Он как партнер потрясающий. А вы что, новенькая? Он думал не о себе, он думал быстрее обо мне. Он чувствовал, что я такой еще цыпленок, как говорится, ничего не бескрылый. И он хотел мне помочь, вот залететь, что ли. Какой на экране был. Вот такой и в жизни. Какой в жизни, такой на экране. Вот такой был человек. Один бог безгрешен, я понимаю. Но он был как на экране, так и в жизни. Вот так представьте его себе. Алешкина любовь. Как он спокойный, какой он выдержанный. Такой он и в жизни был. Такой он и в жизни. Парадокс заключался в том, что приехав Ленинград на студию, которая уже стала ему родной, Быков вдруг почти перестал сниматься. Даже Алешкина любовь снимали на Мосфильме. Сперва он отказывался от этой роли. Говорил, какой я Ромео в 30 лет. Он действительно был гораздо старше своего героя. И в жизни его давно уже волновали другие вещи. Но его удалось убедить, И этот образ стал еще одним в копилке его золотых ролей. А дальше был простой. И не потому, что ему не предлагали работу. Предлагали. Но оказалось, что на Ленфильме Хотели от него еще 10 перепелиц или 20 мокинах. А он не хотел повторяться. И он, неся на себя вот этот штамп, Он, в общем-то, все больше и больше ему сопротивлялся. Потому что он был умный, Он был начитанный, образованный И достаточно целеустремленный. А еще Быков не хотел играть роли, Которые не отвечали его взглядам, убеждениям И отношению к жизни. Однажды он принял предложение сыграть подлеца. И даже были сняты несколько сцен. Но с каждым днем Леонид словно терял силы. И однажды он просто не пришел на площадку. Режиссеру Борису Савченко пришлось его разыскать. Приезжаешь, встречаешь. Говорю, что такое? Да ты понимаешь, Я не буду сниматься. Меня никто не видит в этом роли. Я говорю, кто не видит? Ты все понял. А зритель, Оказывается, Он как отец Относился к своим Детям, Рожденных его душой, Его сердцем, Его памятью. И вот эти все герои у него выстраивались в стройную ряду. Это все были порядочные люди. Люди, у которых не везло, Жизнь могла не складываться. Они могли где-то чуть-чуть хитрить что-то. Но делать зло, Как его новый герой, На который он так... Это было не его. И он понял, что Зритель, который следит за мной, Леней Быковым, Он же видит во мне Какого-то своего защитника. И вдруг я негодяй, Я мерзаю. Молодочек, одну минутку. Я вижу, вы тоже знакомы с... Быков не делал громких заявлений, Не устраивал скандалов И не писал открытых писем. Он принимал судьбу И ждал шанс. Он даже о своих Неприятностях там попробовал, Он никогда не говорил. Он всегда, А, и там это... Так всегда все Иносказательно. Некоторые как переживают? Сандалит. Леня не пил. Я ни разу, Сколько мы знаем, Ни разу не видел, Чтобы Леня взял рюмку, Выпил. Нет. Он переживает. Как-то все это в него Горело внутри. А нужно ли? А неприятности нарастали. И не только в профессии. Была деликатная тема, Которую и сегодня Друзья Леонида Затрагивают крайне осторожно. Это болезнь Его жены Тамары. Говорили, Что депрессии у нее Начались еще до потери Первого ребенка. А с годами Они переросли И в более серьезные Психические проблемы. Ни умопомрачения, Ничего. Ну, как назвать, Шустриднее, может быть. Это длилось Очень-очень долго. Еще после института Даже наблюдалось Это все. Страшиваем всю жизнь. Он держал это себе все. И рядом был. Он очень ее Любил Тамару. Он очень переживал. Он не предал их. Сказать что-то более определенное Не может никто. В семейном государстве Быковых Это был самый главный Государственный секрет. О его печалях И горестях В общем-то Это даже я стал догадываться, Сопоставляя какие-то факты И анализируя. Я сейчас, сказать, Не хочу акцентировать Своё внимание На этой беде Человеческой. Но это не может Укреплять сердечную мышцу. Согласитесь? Содержать семью Перебиваясь время от времени Эпизодами Было тяжело Снять собственную картину Ему не давали Обманул ли его Ленфильм Предлагая режиссерскую работу Фактически нет Быков отказался От девяти Предложенных ему сценариев А то, что предлагал он сам Не устраивало руководство студии Ему просто не на что жить было Там же деньги платили только Когда ты работаешь, снимаешься Уже тогда, в шестидесятых Был готов сценарий В бой идут одни старики Уже тогда Быков знал Что должен снять этот фильм Но на Ленфильме об этом И слышать никто не хотел За восемь лет работы на этой студии Он снялся в восьми картинах Из них ленфильмовских Было только четыре А как режиссер Быков Поставил лишь один фильм Это была комедия «Зайчик» Конечно, не об этом он мечтал Одновременно с ним Григорий Козинцев Снимал «Гамлета» Василий Шукшин Живет такой парень А Марлен Хуцеев Мне двадцать лет К «Зайчику» Зрители отнеслись без восторга А начальство холодно Было понятно Что режиссером на Ленфильме Быкову больше не быть А в это время в Киеве Уже писался сценарий Его будущего Кто же мог знать Какой страшный финал Был заготовлен в этом сюжете В один из летних дней 1969 года На киевской киностудии Имени Девженко Проходило внеочередное собрание Партийного актива студии На этот раз повестка дня была такая Возвращаем Быкова И под громкие аплодисменты И под авации Да И директор сказал Все Я получаю от вас Полномочия Получаете Быков был достоянием Украины Ценным национальным кадром За согласие работать в Киеве Ему предлагали квартиру А главное Режиссерскую должность Через месяц Приезжать Ленит Ведович Быкову предложили возглавить Творческое объединение Но, видимо, руководство студии ожидало Что в лице Быкова Получит послушного Благодарного исполнителя Однако он не собирался Играть в поддавки И заявил, что согласен Но с одним условием Он закроет все бездарные сценарии Директор студии мрачно пошутил Тогда нам будет нечего снимать И больше разговор о руководстве Объединением не поднимался И он ходил по студии там год-полтора Вообще ничего не делая У нас такая пословица была Если в Москве стригут ногти То в Киеве по локоть рубят Тогда быть против Не означало каких-то выступлений Уходил во внутреннюю Какую-то, в свое сопротивление Он был, как белая ворона На этой студии Он никогда не просил Он никогда не льстил никому Он совершенно вынутый Из контекста человек Он какая-то совсем другая Непонятная субстанция Его тогда еще называли Гостем из будущего Он не мог Взять на глотку Сказать, мать вашу перемать Я что, для чего меня пригласили Чтоб я тут сидел и побирался И не снимал И все Понимаешь? Он этого не мог У меня тоже Голос Но я же на вас не кричу Он всегда вот При контакте Он казался Ироничным, спокойным С хорошим юмором Но внутри таилась Некто неврастения Такая вот Затаенная Которая В любой момент Могла, как мне казалось Взорваться Слезами даже Потом эта слабость уходила Он опять становился Жестким Может излишне Резко Отрицающим Все Студия разделилась На тех Кто сочувствовал Быкову И тех Кто ликовал От его неудач И еще бы Звезда Выскочка Знай свое место У меня была Черная Волга А у Ленины была Белая Волга Вот было только Две Волги На всю киностудию Довженко И вот они Рядышком стояли Там, сказать, во дворе И так далее Вот Выйдешь То одно колесо Проколото То все четыре А это охраняемое Здесь наш павильон Съемочный Все То есть Друзей, как видите Было много Через два года Ему удалось снять Комедию Где вы рыцари Фильм был принят Холодно Да и сам Быков Знал ему цену Она не могла Получиться Эта картина Ни у какого Режиссера Ни с какими Угодно артистами Это был Сценарный Брак Изначально Потому что Это глупость Это, так сказать Какое-то вроде бы Присутствие юмора Но настолько Беззубого Тошнотворного И Это ужасно Пять лет Леонид Быков Пробивал дорогу Для сценария В бой идут Одни старики Идею зарезали На всех уровнях Говорили Это несерьезно Какие могут быть Песни на войне По легенде Запуском Картины в производство Быков был обязан Прославленному Герою войны Маршалу Покрышкину Который лично Заступился За сценарий И именно Это На первый Поверхностный Взгляд Несерьезность Истории Цепляло Тех, кто Сам Прошел Войну Так Аппарат Мирова Захожу Ему Хвост А он Сзади Как Елки Палки Хвостом Помахал Только И видел Много лет Леонид Быков Дружил с актером Алексеем Смирновым Который Прошел Войну От начала И до победы Именно Его рассказы Во многом Определили Интонацию Будущего Фильма Очень много Леня Почерпнул От Алексея Макарыча С точки зрения Войны В которой Присутствовал Больше Как сказать Ну это не юмор А жизни Жизне Утверждающий Какой-то источник Потому что Алексей Макарыч Когда он Рассказывал Про войну Казалось Что это Сплошная Там Хохма А тем не менее Человек Это все дело Прошел Вернемся мы сюда Пройдем По этим местам Кто остался Живой Летчик Покрышкин Посмотрел Премьеру Фильма Бой идут Одни старики Подошел К Быкову Говорит Как вы Не будучи На войне Смогли Так ощутить Атмосферу Войны Все Выли через Двадцать минут Пацанов Не брат Бой идут Одни старики На съемках Фильма Бой идут Одни старики Исполнилась Детская мечта Леонида Быкова Он поднялся В небо Конечно Не за штурвалом Конечно С опытным Летчиком Но руление Боевой машиной На земле Освоил самостоятельно Буквально За полчаса Это он Свою мечту Все-таки Реализовал Он же Хотел быть Летчиком В летное училище Быков поступал Дважды В сорок третьем Когда ему Пятнадцатилетнему Пришлось Добавить себе В анкете Год Но ему Отказали Из-за слишком Маленького роста И в сорок пятом Тогда Леню Приняли Но училище Расформировали Сразу после победы Эти кадры Действительно Снимались В воздухе Быков Сидел за спиной Пилота И самостоятельно Включал камеру Которую Приспособили В его второй кабине Включал И произносил Текст Дубль за дублем Заходим От солнца Камера На нем И когда Сам Включил Включал И он Как бы Как бы В кабине Потом Когда вернулся На землю Шутил Что это за Изверк Режиссер Который Заставляет Артиста Работать В таких Условиях Ладно Споемся На виражах Слабовато Старикам Перекур Пять минут Жил в Доротике Ко мне С виду Работа над фильмом Шла легко И почти весело Быков Был не из тех Режиссеров Что нагнетают На площадке Атмосферу Надвигающейся Катастрофы Он был Очень внимательный Он всегда Говорил Хорошие слова Чтобы мы Били Как-то В тонусе Чтобы мы Всегда Работали Нормально И что Он говорил Что мы Делали Как отец Только Как отец Он к нам Так относился Быков Пригласил В свой фильм Молодых актеров Для каждого Из которых Эта работа Стала в жизни Очень важной Это первая Картина В моей жизни С ней связана Вообще Целый Этап Очень серьезный Как всякое начало Это вообще Очень дорого Вы москвичка? Да Что там я Ну первая картина Ничего вообще Не соображала И Как же было Тем не менее Как-то легко Какое-то может быть Даже Хулиганство И я очень люблю это Он мне подарил Фотографию Которая У меня до сих пор Сидит дома Уже Что 40 лет И он Такое Мне написал Навет Что Дорогой Иванов Спасибо тебе За талант За скромность За доброту Этот хлеб Здесь В 1973 И Все Проводила Фестиваль Своих Фильмов В Томске Быков Тоже Представлял Свой Новый Фильм Картина Произвела На зрителей Такое Впечатление А слухи О фильме Разошлись Так быстро Что пришлось полностью переверстать программу фестиваля и каждый день заканчивать показом стариков. Как не упиралось руководство студии и организатора фестиваля, но и на закрытии пришлось показать фильм Быкова, чтобы зрители не разнесли кинотеатр. Это был триумф. Ну, там впервые увидели у Леонида Федоровича на глазах слезы, потому что, ну, это выдержать невозможно. Такие овации такой ажиотаж и такое какое-то, в общем, моление на этот фильм, на него, в общем, на него свалилась, конечно, вселенская слава. Казалось, теперь в его творческой жизни наступит прорыв. Но этого не произошло. Успех Быкова только еще больше настроил против него коллег и руководство. Следующей постановке ему пришлось ждать еще долгих четыре года. После стариков Быков перенес два инфаркта. На время очередного долгого простоя его главной проблемой стал сын Лесь. Ходило много разных слухов. Говорили, что в армии его поместили в психиатрическую клинику и поставили диагноз шизофрения, что он участвовал в ограблении ювелирного магазина и что Быкову, который никогда не пользовался своим именем, пришлось изменить себя и просить за сына. Он устроил Леся на студию Довженко, но тот не мог удержаться ни в одном творческом коллективе. Там работал в некоторых группах, взрывался, уходил из группы. Но когда он видел непрофессионализм, он знал отца, его трогательные отношения, конечно, по сравнению с другими он мог взорваться. Я его тут понимаю абсолютно не просто огульный какой-то бунтарь, потому что я бунтарь, или потому что я сын Быкова, наоборот. Я думаю, что это другое, что он видел непрофессиональные отношения, безответственные отношения, поэтому он взрывался. Уже после смерти отца Лесь Быков будет пытаться покинуть СССР, но не сможет получить разрешение на выезд, даже козыряя именем своего родителя. Однажды другу Лянида Быкова, режиссеру Борису Савченко, позвонили и сказали, что Лесь снова может попасть в психиатрическую клинику. И в этот раз надолго. Лесь объявил голодовку и лежит под памятником Ленина. И, значит, у него табличка «Я сын Быкова голодую, хочу выехать за границу». Перепуганно все начальство, центральная улица города, все знают Быкова. Приходим мы туда, на скамейке лежит Лесь и поднес, когда увидел меня. Я говорю, Лесь, может, это не так надо делать, как по-другому. Может, надо просто подключить, может, мы там что-то тебе поможем, чтобы тебя отпустили, раз так-то ты... Как-то он так сказал, тоже хитро, как папа талантливый есть талантливый. Я говорю, ну, не могу же я сейчас в статьи уйти. Через некоторое время Лесь сбежал из СССР. По дороге во Львов спрыгнул с поезда, переплыл реку Тису и оказался за границей. Сейчас он живет в Канаде. В 1976 году Леонид Быков приступил к съемкам своей второй картины о войне «От ибаты шли солдаты». Стоит ли говорить, что и над этим фильмом он работал вопреки всем препонам, которые ставило ему за несговорчивость руководства украинского кино. И именно в это время в его письмах друзьям станет появляться предчувствие неминуемой смерти. Слушай, философ, чего люди суетятся? Добрее человека я в своей жизни, в общем-то, не видел. Даже когда мы снимали последнюю сцену, гибель всего взвода, а перед этим наша команда немножко приняла на грудь. Поэтому утром была несколько в сложном состоянии. Ни слова упрека. В общем, он сказал, в итоге он сказал, что может быть даже это и помогло. Его по-прежнему запрямоту и несгибаемость не переносило начальство. И буквально боготворили актеры, с которыми он работал. С Быковым мечтали работать все. Попасть в съемочную группу к Быкову – это было за великое счастье, попасть туда к нему. Да вы что? Этот человек никогда ни на кого не кричал. В жизни не повышал голос. На киностудии Довженко знали – даже крошечный эпизод в фильме Быкова мог стать большой удачей, потому что для него на площадке мелочей не существовало. У нас, как иногда бывает, приходишь на площадку, ну, человек говорит, тех, знаете? Говорит, да, тогда мотор. А тут я думаю, Господи, помоги, чтобы не подвезти. А всего-то там два предложения. Ну, ответственность. Так он мне улучшил. Ну что, еще треков? Нет, спасибо. Спасибо. Он настолько притягивал к себе всех. Он был просто понятен, доброжелателен. Я влюбилась в нее, я приехала домой, у меня муж – режиссер. Я ему рассказываю, он говорит, так, ты что, влюбилась? Я говорю, ну, как это, ну, как в человека, как в режиссера. Ну, совсем не то, что ты подумал. Он говорит, ну-ну. Даже на минуточку проревновал, конечно, завидно его иметь. Третий инфаркт Быкова, который застал его во время работы над фильмом «Атыбаты шли солдаты», стал личной трагедией для всех, кто работал с ним. Съемки остановили. В одном из писем из больницы Быков написал. «Осталась во мне только злость какая-то. Уже не пойму на что. Но комок злости. Тупой, как сердечная боль. Картину, конечно, досниму. Но что-то сломалось во мне». Восстановился он быстро. И меньше чем через месяц работа продолжилась. Цыганочка с выходом. Исполняет именинник. Изобразит. В первый же день после выписки Быкова из больницы в павильоне снимали сцену, в которой он исполнял акробатический трюк. Отговорить его не удалось. Он словно специально не желал себя беречь и обращать внимание на только что перенесенный третий инфаркт. Что я его просил? Леня, не кури. Леня курил три пачки в день. Он не пил, но курил безбожно. И это подорвало его, конечно. Безумно подорвало. В 1978 году после успеха фильма «Атыбаты шли солдаты» Быкову вручили орден Октябрьской революции. И в этом же году он приступил к съемкам фантастического фильма «Пришелец». Он не закончит его, но пробы некоторых сцен сохранились. Земля – это сложно. Это очень сложно. Загадочное письмо, в котором Быков предсказал свою смерть, его друзья получат 8 апреля 1979 года. «Я уйду в ближайшее время. Чувствую, что больше не протяну». Я не знаю, чувствовал ли он. Ну как он был чувствовать, что его где-то через три дня должен сбить какой-то грузовик? 11 апреля 1979 года Леонид Быков возвращался на своей «Белой Волге» с дачи под Киевом. Впереди него медленно ехала асфальтоукладочная машина. Актер решил пойти на обгон, но навстречу выскочил грузовик. Избежать лобового столкновения не удалось. На всей скорости автомобиль Быкова врезался в грузовик. Смерть наступила мгновенно. За без малого 30 лет с той трагедией появилось много версий. От заговора против Быкова до самоубийства. Не мог он покончить. Мы ждали его приедет, когда он открытие чемпионата по футболу было. Билет на него был, все, ждали его. Актеры, что он проехать на дачу, посмотреть там что-то, что-то. И быстренько с дачи вернуться. Как бы там ни было, но сам Быков оставил мистическое ощущение от своего внезапного ухода. Ведь в том самом письме завещания он детально описал, какими видят свои похороны. И именно по этому сценарию, строго соблюдая его волю, режиссеры Леонида Быкова и проводили последний путь. Никаких оркестров, дома кино и надгробных речей. А то я встану и уйду. Получится конфуз. Пусть кто-то один скажет слово «прощай» и все. Не надо цирка, называемого почестями. После этого дерболызните, кто сколько может. А потом пусть вторая эскадрилья врежет смуглянку от начала и до конца. Вы заметили, что режиссер я не по диплому, а по призванию. Даже свои похороны режиссеру. Спасибо и пока.